Всем привет! Меня зовут Карина и вы на канале Баранки Гну. Сегодня мы приготовим с вами шоколадный чизкейн, а основой у нас послужит не шоколадное песочное печенье, а насыщенный брауни. И все это великолепие мы украсим с вами шоколадным кремом. Для приготовления брауни нам понадобится сахар, сливочное масло, темный шоколад, яйцо, какао-порошок и мука. Для начала мы ставим водяную баню. В миску кладем темный шоколад, сливочное масло и постепенно растапливаем его, периодически помешивая. Следите за тем, чтобы температура не была слишком высокой. Нам достаточно лишь, чтобы вода еле бурлила под миской. Снимаем с огня и доводим до полного растворения шоколада. В отдельную миску насыпаем сахар, разбиваем яйцо и все хорошо перемешиваем. Далее вливаем негорячую шоколадную смесь и хорошо размешиваем. Теперь просеиваем муку и какао. Лопаткой все хорошо объединяем. Посмотрите, какое блестящее и тягучее получилось тесто. Выпекать я буду в металлическом кольце диаметром 16 сантиметров. На дно постелю фольгу блестящей стороной вверх и хорошо прижму по бокам. Под низ положила дно от другой разъемной формы и выкладываем все наше тесто. Бортики ничем не смазываем. Хорошо выравниваем его по поверхности, чтобы она была максимально гладкой. И выпекаем при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. На поверхности появится плотная блестящая корочка, а воткнутая в центр шпажка должна выходить сухой и чистой. И пока брау не остывает, я приготовлю сырный слой, для которого нам понадобится сливочно-творожный сыр, молоко, яйцо, сахар и темный шоколад. Кладем в миску сливочно-творожный сыр, насыпаем сахар и перемешиваем его ложкой. Легче это делать, если сыр комнатной температуры. Но не беда, если вы не успели его вытащить заранее. Разбиваем яйцо и вмешиваем его в сыр. В отдельную миску кладем шоколад. Наливаем молоко или сливки. И нагреваем либо на водяной бане, либо в микроволновке импульсами до полного растворения шоколада и соединения его с молоком. Конечно, со сливками шоколад соединяется более охотно. Ну и в молоке его также можно растворить. Наливаем шоколадно-молочную массу на сыр. И хорошо объединяем до однородности. Посмотрите, какая аппетитная шоколадно-сырная масса у нас получилась. Съесть ее хочется уже сейчас. Держим себя в руках, надо приготовить чизкейк. Тем временем брауни уже достаточно остыл и можно вытащить его из формы. Вдоль бортиков проходимся ножом. Убираем кольцо. И снимаем фольгу. Снова кладу брауни на фольгу и зажимаю другим кольцом. Если у вас одна форма, то, соответственно, после того, как вы вынете брауни из нее, поменяйте вашу фольгу, помойте форму и заново положите на дно брауни. Уже готовый чизкейк будет гораздо легче доставать из чистой формы. Хорошо промазываем стенки формы сливочным маслом для того, чтобы сырный слой легко мог отстать от бортиков. И наливаем сырный слой. Выравниваем его по поверхности. Заранее подготавливаем духовой шкаф для выпекания. На нижний противень мы наливаем воду, поскольку чизкейки у нас выпекаются на водяной бане. И по центру мы будем располагать чизкейк. Ориентировочное время выпекания 1,5-2 часа при температуре 110 градусов. Но все зависит от вашей духовки. Посмотрите, центр немного подрагивает, а по краям чизкейк уже довольно стабилен. Значит он готов. Выключаем духовку, закрываем дверцу и оставляем чизкейк еще на 1 час до остывания. А затем перекладываем его в холодильник часов на 6-8. Я оставляю его на ночь. А пока приготовим крем для украшения, для которого понадобится темный шоколад и сливки жирностью 33-35%. В стакан насыпаем шоколад и заливаем очень горячими сливками. Даем постоять минуты-две. Затем перемешиваем все лопаткой. После чего мы вооружившись блендером пробиваем всю массу до однородности. Теперь накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник до полного охлаждения. Минимум часа на 4. Я убираю вместе с чизкейком на ночь. Итак, у нас наступил следующий день и настало время украшать чизкейк и дегустировать его. Снимаем фольгу, аккуратно проходимся вдоль стенок и бортики сами отходят от чизкейка. Снимаем кольцо и перекладываем чизкейк на сервировочное блюдо. Достаем ганаш и пробиваем его миксером. Масса немного посветлеет. Для удобства украшения перекладываем в кондитерский мешок и произвольно украшаем. Дополнительно я украсила его миксером. Я украсила его шоколадной крошкой и кондитерскими жемчужинами. Масса немного посветлее. Я украсила его миксером. Масса немного посветлее. Нежная текстура крема с насыщенным шоколадным вкусом сменяет вязкий шоколадный чизкейк и в завершении мега шоколадный бисквит брауны. Это настоящий рай для шоколика. Всем желаю удачи в приготовлении и до новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова